Фонд микрофинансирования на Кубани создавался как один из главных инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. И об этом мы сегодня говорим с исполнителем-директором фонда микрофинансирования Оксаной Коваленко. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с главного. Сколько в этом году фонд микрофинансирования выдал займов? Ну вот на сегодняшний день мы как раз выдали уже миллиард рублей. Это 464 займа. То есть за год мы нарастили темп поддержки по сравнению с прошлым годом порядка где-то 20%. Также если брать полностью за всю историю фонда, выдано более 2000 микрозаймов на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. То есть меры поддержки колоссальные, они действительно востребованные. Насколько я знаю, в этом году фонд был дважды увеличен. То есть это говорит о его востребованности, правильно? Да. Капитализация фонда в этом году именно из регионального бюджета составила 2 миллиарда рублей. Мы получили из регионального миллиард рублей. То есть ранее, с 2013 года, когда создавался фонд, он наполнялся из краевого и из федерального бюджета. Но такая беспрецедентная сумма, как миллиард рублей за 2019 год, выдана нам впервые. Кто может воспользоваться услугами фонда? Могут ли на вашу помощь рассчитывать стартаперы, к примеру? На сегодняшний день в фонде действует 13 программ. Все они составлены так, чтобы охватить все виды деятельности наших предпринимателей. Если мы говорим о начинающих стартаперах, конечно, поддержка для них разработана. Существует продукт старт, где от 100 тысяч рублей до 300 начинающий предприниматель, который зарегистрирован на территории Краснодарского края, может получить поддержку в размере 300 тысяч рублей по бизнес-плану без залога, без поручительства. Если мы говорим о более сумме выше, то до 2 миллионов он может получить, но уже с залоговой базой. Программы у нас все остальные направлены в первую очередь на приоритетные отрасли для Краснодарского края. Это программа «Промышленник» производителям, где они могут получить от 100 тысяч рублей до 5 миллионов под ставку 5,5%. Программа «Отельер» — это специально разработанная программа с Министерством курортов Краснодарского края, где также могут рассчитывать предприниматели на поддержку от 100 тысяч рублей до 5 миллионов. Также хочу сказать, что сама сумма максимальная у нас в фонде — это 5 миллионов рублей. Она у нас ограничена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации. Процентная ставка на сегодняшний день составляет от 1 до 6%. То есть 6% — это максимальная ставка в фонде. У нас нет никаких комиссий, скрытых платежей, страховки, залога. Оценка залога бесплатная. Она производится нашими специалистами, залоговиками, все они компетентны, с сертификатами, обученные ребята. Еще хочу сказать, что именно на территории Краснодарского края у нас в фонде созданы наиболее благоприятные условия для получения такой поддержки. Если брать другие регионы, то ставка приравнена к ключевой. Как минимум, это выше, чем 6%. Не планируется ли снижаться ставка? Дело в том, что 7% было в феврале месяце. И после того, как нам законодательное собрание края утвердило капитализацию еще 500 миллионов, мы снизили как раз с 7 до 6%. Поэтому в этом году не планируется. Что касается на следующего года, мы, конечно, тоже в рамках своей ставки привязаны к ключевой ставке Центрального банка. Она у нас опустилась не так давно, вот в течение этого месяца. Поэтому будем смотреть, как она будет меняться на следующий год. Что касается программ, какие наиболее пользуются популярностью среди предпринимательных? Конечно, это те, которые для приоритетных отраслей края фермеры. Край аграрный, ни для кого не секрет. И, конечно, основные наши клиенты, порядка 50% от портфеля занимает сельское хозяйство. Это и начинающие фермеры, и действующие фермеры. Также много клиентов, которые, получив поддержку один раз, они обращаются к нам повторно. Если мы говорим о программе «Фермер», то она разработана с условием отсрочки платежа. То есть мы понимаем, что этот вид бизнеса носит сезонный характер. Поэтому у них срок до двух лет, но отсрочка платежа по основному долгу подразумевает 9 месяцев. Им это очень удобно. Ставка у них 5,5%. У вас, по-моему, еще есть какая-то программа, связанная с рисками, да, ЧАЭС? Да. Дело в том, что эту программу мы разработали в прошлом году вместе с администрацией края. Ввиду того, что были погодные условия в виде града, порядка 6 районов края пострадали. Это действительно были колоссальные убытки. И в первую очередь это, конечно, пострадали фермеры. Мы эту программу разработали. По ней фермер мог получить полтора миллиона рублей. В случае, если пострадал его бизнес. Отсрочка платежа там была год. Поэтому мы порядка 50 миллионов мы выдали по этой программе. Есть какие-то программы, которые не то чтобы не пользуются популярностью, но по которым минимальный такой приток предпринимателей? Вы знаете, вот есть программа, например, «Ремесленник». И мы тоже, это приоритетная отрасль для края развития, да, ремесла. Но мы столкнулись с тем, что очень много у нас, конечно, рукоделий производится. Но не все они оформляются в качестве индивидуального предпринимателя. Мы уже, да, вот тоже над этим работаем. Как бы их оформить? Может быть, сейчас они пойдут в самозанятые, возможно. Как самозанятые они тоже могут рассчитывать на вашу помощь? Пока нет, но все меняется. И мы фонд достаточно гибкий, если будет стоять такая задача. И в первую очередь мы всегда наши программы разрабатываем с высшим бизнес. И в зависимости от их желаний, от их потребностей разрабатываются какие-то программы фонда. Например, что касается программы ЧАЭС, мы сказали, есть еще специальная опора. Это тоже специальная программа, которая была разработана с Министерством экономического развития Краснодарского края. Где мы в результате того, что Банк Первомайский, да, наш региональный банк, он пострадал в результате отзыва лицензии. Очень много предпринимателей имели там расчетные счета. И у нас, да, застрахованы это физические лица, вклады. Юридические лица, они, к сожалению, не застрахованы. Поэтому, чтобы поддержать эту категорию предпринимателей, мы разработали этот вид займа. И они также могли получить до 3 миллионов по льготной ставке от 1 до 3,5%. То есть тут ввиду того, что какие перед нами стоят задачи и какая в первую очередь потребность. Потому что, опять же, Банк Первомайский, он достаточно крупный был. И, к сожалению, пострадало много предпринимателей. А как вы отслеживаете расходование средств предпринимателями? Есть у вас какие-то невозвраты? Какой в процессе? Значит, расходование у нас обязательно, конечно, деньги целевые, деньги бюджетные. И для нас важно не только их разместить в виде займов для предпринимателей, но также и вернуть. Поддержка возвратная. Ввиду этого мы можем поддержать большее количество наших предпринимателей. Что касается целевого использования. На начальном этапе заемщик формирует эти цели и прописывает в анкете. Вот главное, чтобы он соответствовал и отчитался нам документами по целевому использованию, которые указал изначально при заведении заявки. Значит, на это ему дается 180 дней. То есть полгода это больше, чем достаточно. Ввиду того, что деньги, как правило, нужны еще вчера, потратить эти деньги за полгода, ну, ни у кого, в принципе, вопроса не возникает. Нужно правильно отчитаться, это платежные поручения, акты. Ну, тут тоже, как правило, не возникает вопросов. Если мы говорим о просроченной задолженности, она есть. Но у нас есть свои нормативы, и по приказу Минэкономразвития РФ мы можем до 12% в портфеле иметь просроченную задолженность. Это норматив. На сегодняшний день у нас показатель по просроченной задолженности 0,2%. То есть от миллиарда у нас 2 миллиона всего просроченной задолженности. Это показатели рекордные среди регионов. И мы здесь лидируем по минимальному уровню просроченной задолженности. Какие сферы, какие предприниматели попали в список должников? Это и сельское хозяйство, и торговля. Также хочу сказать, что вот 13 программ фонда и те программы, которые по льготной ставке, туда не попадает торговля. Торговля является не такой приоритетной отраслью для края. Поэтому она идет по другой ставке, там 13,5%. Мы кредитуем этих заемщиков. Если мы говорим о виде деятельности торговли для начинающего предпринимателя, то да, он может как начинающий претендовать на льготную ставку 5,5%. Если это же действующий бизнес, то ставка будет выше. Понятно. Каков процесс оформления? Что нужно? Какие документы? Насколько долго занимает процесс оформления займа? Вот об этих нюансах расскажите. Значит, само рассмотрение после подачи полного пакета документов занимает 10 дней для повторного клиента, 14 дней для нового клиента. То есть за эти дни успевают все службы выехать к заемщику, написать свои заключения и защитить их на кредитном комитете. Также хочу сказать, что у нас решение принимается кредитной комиссией, в которую приглашены и сторонние организации, и общественные организации. Там порядка пяти человек участвуют в кредитной комиссии. Для заемщика необходимо обратиться в фонд, либо на сайте посмотреть пакет документов, либо позвонить и специалисты отправить на электронный адрес. Пакет документов, он в принципе аналогичен банковскому. Он не такой большой, отличается для юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей. Но это должен быть обязательно уже предприниматель, который зарегистрировал ИП, да? Он должен быть резидентом. Здесь в любом случае, согласно и приказам Минэкономразвития, и вообще в рамках условий тех, которых действует фонд, и вообще вся инфраструктура поддержки, мы оказываем уже действующим предпринимателям поддержку. Наш предприниматель должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или ООН на территории Краснодарского края. Бизнес-план у него должен быть готов, как я понимаю. Если мы говорим о стартап, то да, бизнес-план. У нас есть также структура такая же поддержки, это центр поддержки предпринимателей, где у нас финансовая поддержка, у них не финансовая, это услуги. Они там разрабатывают, изготавливают бизнес-планы, и совершенно бесплатно будущий заемщик, он может там этой услугой воспользоваться. Мы всех направляем, они находятся в одном здании с нами. Да, это очень удобно. Объясните, почему фонд микрофинансирования гораздо выгоднее, чем обычный банк? Функционал одинаковый. Вы знаете, чаще слышу мы иногда, точнее, такие варианты, что мы вот похожи с банками, на самом деле у нас функционал другой. Мы взращиваем этих маленьких предпринимателей. На сегодняшний день банкам они так не интересны. У банка стоят свои планы, банку нужны колдинги, корпорации, крупный бизнес. Мы работаем с малым бизнесом, с теми клиентами, которым нужно и 200 тысяч рублей, и 3 миллиона. Поверьте, банкам они не так интересны. Потом, второе отличие, это, конечно, отсутствие комиссии. Ввиду того, что мы все-таки, организация с госучастием, у нас нет ни комиссии, ни страхования, как я сказала, бесплатная оценка залога. То есть та ставка, которая максимальная, допустим, 6%, она уже является эффективной для заемщика. И наша цель основная – это взрастить предпринимателя, и дальше он уже пойдет в банк за более высокой суммой. Ведь мы ограничены до 5 миллионов. Зачастую заемщики, те, кто подрастают, они наращивают обороты, укрепляется их бизнес, и они идут уже в банк за более большой суммой. А воспользоваться услугами фонда можно единожды, или, условно говоря, каждый год к вам приходить? Можно воспользоваться и несколько раз за год, но должно соблюдаться одно правило. Сумма на заемщика микрозаймов должна не превышать 5 миллионов рублей. Общая, которая берет за год. Не за год вообще. А, вообще, да? Да, сумма не более 5 миллионов рублей. У нас, кстати, эта сумма вот с января месяца только увеличилась. Увеличили ее именно Минэкономразвитие РФ. Раньше мы выдавали максимальную сумму 3 миллиона. Где можно получить эту поддержку? Где вы находитесь? Куда можно обращаться? И существует ли ваше отделение в других муниципалитетах края? Головное наше подразделение фонда микрофинансирования находится в городе Краснодаре. Трамвайная 2,6. Это в здании вместе с торгово-промышленной палатой. Если мы говорим о подразделениях, у нас есть два подразделения. Это в городе Армавире и в станице Павловской. Также с 1 апреля этого года есть возможность подачи заявки через МФЦ. То есть в любом районе Краснодарского края предприниматель может там подать документы на заявку. При этом срок рассмотрения заявки на займ не увеличивается. А все то же самое остается? Да. Ему просто необходимо приехать только в конце на подписание договора. А расширять сеть вы не планируете? Я скажу, что мы в этом году открыли только подразделение в станице Павловской. И, наверное, уже нет, потому что в этом же году запустилась услуга МФЦ. Также у нас 44 муниципальных образований, где действуют центры поддержки предпринимательства. В каждом центре поддержки предпринимательства компетентные люди, которые также помогут будущему заемщику собрать пакет документов и передать его даже нам. Мы взаимодействуем с ними, взаимодействуем с МФЦ, плюс есть головной офис и есть вот наши два подразделения. На данный момент этого достаточно. Какие-то истории бизнес-успеха можете привести? Вы знаете, для нас самая положительная история – это когда заемщик заходит к нам, допустим, с начала бизнеса по программе «Старт», а дальше мы видим, что он нарастил обороты, и он вернулся к нам через год, может, через полгода, и берет еще и еще, и мы видим, что он действительно растет. Это, конечно, самая лучшая история. У нас была такая история, когда клиент выращивал ягоду, потом он ее продавал, потом он стал производить варенье, и потом он победил в конкурсе «Качество сделано на Кубани». У нас, кстати, для этой категории заемщиков тоже есть привилегия. Если у него есть сертификат, у него понижается ставка, действующая на 0,5%. И вот наш заемщик победил и еще пришел к нам, как поезд сделано на Кубани. Это, конечно, идеальный вариант и завершенный цикл. Если мы говорим о наших планах, то, конечно, в 2020 году мы нацелены больше на начинающий бизнес, на стартапы. У нас будет своя стратегия. Мы планируем на стартапы увеличить сумму без залогового займа по бизнес-плану где-то от 500 до 700 тысяч рублей. С какими обычно приходят стартапами к вам? Вы знаете, это разные, но на данный момент это больше всего, конечно, торговля. Торговля. Да, на данный момент больше торговля, но мы хотим и другие сферы тоже. Мы хотим сейчас заниматься и сферой IT. Там тоже есть начинающие стартапы, и производственники, и туристическая отрасль. Мы нацелены все-таки на приоритетные отрасли для края. Какие-то еще, может быть, примеры можете привести интересных бизнес-проектов, которые связаны именно с фондом? Также у нас был заемщик, это была девушка, когда она в 16 лет была признана эмансипированной, и мы ей выдали займ. Она занималась и занимается уже, правда, ей уже порядка 20 лет, пошивом постельного белья. Это совместный бизнес у них с мамой. И вот они достаточно неплохо развиваются, легкая промышленность. Что бы Вы посоветовали нашим предпринимателям, особенно начинающим? Не бояться воплощать свои идеи и использовать все меры господдержки. Вот на сегодняшний день, еще раз повторюсь, в Краснодарском крае более действуют и многочисленные сами меры поддержки, и суммы, которые выделяются из бюджета и регионального, и из федерального на реализацию всех мер господдержки, которые связаны с нацпроектом, с развитием малого и среднего предпринимательства, они действительно колоссальны. Поэтому предпринимателю любому, как действующему, так и начинающему, просто необходимо позвонить на номер 8 800 707 07 11. Он там даст вводные, и ему ребята, компетентные сотрудники, подберут все, что можно получить бесплатно в рамках господдержки. И я считаю, что это очень хорошее подспорье, и этим нужно пользоваться. Просто на самом деле не все об этом знают, но уже знают гораздо больше предпринимателей. Даже вот что касается фонда микрофинансирования, у нас наблюдается сезонность, и до этой капитализации у нас была очередь. Например, там 2-3 месяца люди стояли в очереди и ждали, потому что у нас денег не было, деньги закончились, мы все раздали. И поддержка действительно популярная, пользуются, и заемщики хотят получать эти льготные микрозаймы. А есть такая компетенция у вас, или может быть это больше относится к центру поддержки предпринимателей? Когда вот пришел предприниматель, у него есть идея, но нет бизнес-плана, и нет вообще ни понимания, ни навыков, как все это делать. И идея настолько, условно говоря, дикая. Могут ли ему посоветовать отказаться от нее и во что-то другое перейти? Да, это как раз компетенция центра поддержки предпринимательства. У них есть ряд услуг, которые не финансовые. В первую очередь, когда приходит такой клиент, который хочет стать предпринимателем и с идеей, ему предлагают финансовую консультацию. То есть как раз финансовая консультация специалиста в этой области, чтобы он ему более подробно рассказал, потому что на самом деле предприниматели приходят с разными идеями, и порой действительно лучше его остановить. Поэтому задача центра поддержки предпринимателя – это перенаправить и, может быть, раскрыть ему эту отрасль до конца через того финансового консультанта, который будет оказывать этому клиенту услугу. Есть какие-то у вас четкие планы на ближайшие 2-3 года? Вы знаете, на следующий год у нас беспрецедентно, это сумма к выдаче у нас, допустим, в этом году стоит миллиард 100. Миллиард мы уже сделали, поэтому, в принципе, мы здесь идем в графике. Сейчас остался декабрь, и мы выдадим еще 100 миллионов рублей. Что касается планов на следующий год, мы планируем порядка полтора миллиарда рублей выдать заемщикам. Мы планируем доработать продукт «Старт», увеличив сумму, как я сказала, беззалогового по бизнес-плану. У нас есть также социальная миссия, и мы сейчас работаем с общественными организациями инвалидов, потому что поступил от них запрос. Там также есть предприниматели, ребята, которые что-то делают, производят и помогают им выходить в сети. Уже многие ребята продают какую-то свою продукцию через ту же сеть «Магнит». И вот мы поддерживаем их. Мы хотим поддерживать отрасль IT, тоже находить. Ну и, в принципе, мы уже сейчас работаем с университетами, где-то после третьего курса. Мы понимаем, что студенты зачастую уже какой-то бизнес свой ведут. Сейчас молодежь они достаточно много продают через Инстаграм, через соцсети. Мы им рассказываем о таких видах поддержки, что они могут воспользоваться. И еще мы начали в конце года и продолжаем работать, конечно, на следующий год с проектом «Центр занятости». У «Центра занятости» есть субсидия в размере 193 тысяч, где предприниматель будущий, если ему одобрят его бизнес-план, он может получить эту субсидию. Но мы понимаем, что субсидии у них гораздо меньше, чем желающих. Поэтому те, кто не прошли, мы также работаем с этими людьми и предлагаем взять им эту поддержку в фонде. А вот когда вы только начинали, когда был создан фонд, тяжело было популяризировать и привлекать? В 2013 году, когда был создан фонд, и сумма капитализации фонда составляла порядка 300 миллионов всего. И, конечно, раскручивали фонд, говорили об этом везде. Но и процентные ставки на тот момент были выше 10, если мы говорим в 2013 году. Сейчас у нас основная цель не заработать. Мы максимально снижаем ставки, максимально убираем все возможные доплаты от заемщиков, чтобы у нас заемщик ни за что не платил. Основная цель фонда микрофинансирования – это не заработать. Поэтому мы снижаем максимально процентные ставки. Наша основная цель – это доступность финансирования наших клиентов. Если мы говорим о дополнительных расходах, я повторю, что их для заемщиков нет. Нет ни страхования, бесплатная оценка залога, нет комиссии за выдачу микрозайма. То есть сумма по микрозайму перечисляется на те реквизиты, которые клиент указал в анкете. Я почему спросила о том, как вы начинали, потому что, например, что касается Центра поддержки предпринимательства, им приходилось буквально уговаривать предпринимателей и объяснять, что это все бесплатно, это для вас более выгодно. Дело в том, что у нас мера все-таки финансовая, и финансовая поддержка предпринимателям необходима всегда. Поэтому здесь, может быть, где-то было нам легче. Все ясно. Надеюсь, что будет легче и дальше. На данный момент, я повторюсь, что фонд востребован. Очень есть даже очередь. Мы получили 1 июля 500 миллионов рублей, и уже где-то на 15 ноября мы их все раздали уже. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова